Книга «Открытым оком», вопрос 531, тема богослужения. «Является ли Туринская плащаница подлинником?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У меня нет с собой на занятиях никакой литературы о ней, но скажу по памяти, что известно. Последние исследования показали разницу в сроках, когда были сорваны растения из волокна, которых соткана плащаница. Хотя пыльца подтвердила, что эти растения из территории Палестины, но радиоуглеродный анализ показал, что они росли спустя примерно 400 лет. Пятна на плащанице действительно являются кровью. Относительно истории ее никакой уверенности нет. Что это не подделка и что свойственно папскому двору? Нет никаких доказательств и никогда не будет, что эта кровь принадлежит именно Иисусу Христу. Бредни Вагнера о Граале, чаши с кровью Христа, не в счет. Интересны последние исследования русского ученого. Он оказал опытным путем, что если при высокой температуре будут выделяться пары расплавленного серебра, то замедляется процесс распада и соотношения углерода 12 и углерода 14. Туринская плащаница, находившаяся в серебряной раке, страдала от пожара. Тогда определение о сроках смещается именно на тот срок, который определился комиссией по изучению плащаницы. То есть с этой поправкой новый подсчет возвращает возраст плащаницы к первому веку. Папский дворец отреагировал на это открытие наградой. Лично для меня эта плащаница ничего не дает, и все решается только верой. Есть ли она или исчезла навсегда, это никакой роли не играет в моем спасении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!